Так и живём с тобой. Снимся друг другу по случаю И не сговариваясь, синхронно шепчем ночами на снег. Я, как и прежде, слаб, Так же кого-то мучаю. Ты, как и прежде, в чудо не веришь. Словно за оберег держишься за память Пыльную в нафтолине. До хрипоты молчишь, зажмуривая глаза. Я на краю земли. Да всё по той причине, той, про которую Нечего рассказать. Здесь хорошо. По утрам тянет берёзовым дымом. По вечерам фонари тонут в уютной мгле. Стены бумажные в номере. Кто-то храпит с отрывом. Чай бергамотовый, книга, бардак на казённом столе. Так и плывём с тобой, Будто по океану. Изредка лишь украдкой бросая друг в друга взгляд. Словно снежок за шиворот. Долгий не по карману. Так в телеграмме. Смысла больше, чем говорят куцы И без предлогов засушенные фразы, Вбитые глупым шрифтом в тонкую полосу Жёлтой бумаги. Их и не понять-то сразу. И не сказать-то прямо то, что они несут. Здесь хорошо. Зима в этих горах добрее, Снежнее и морозней, Уместнее и мудрее. Знаешь, если и есть для нас с тобой панацея, То кажется, где-то здесь она. Да только что делать с ней. Это, кстати, было написано, в общем, кстати, как раз в Белорецке. С двух ударов молчания разрубишь любую связь. И контрольного третьего в голову не понадобится. И вот бывшая часть тебя головою в грязь лежит и чему-то неясно чему ещё радуется. С двух ударов разлуки сотрётся любое лицо, даже Бога. Чего уж там Бога, да даже своё. Уходя, неизбежно решаешь, разбить яйцо или сдохнуть от голода, но сохранить бытие. С двух ударов судьбы разобьётся любая жизнь. Что останется в черепке на полу? Глоток? Не напиться, не помянуть. Каблуком только дзынь. И последней в анамнезе запись будет не смог.